Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам и тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария и рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мое видео будет о моих новинках, тех продуктах, которые я недавно покупала. Во многих случаях я вам расскажу сегодня первое впечатление о них, какие продукты я покупала уже. Ну, в общем, давайте начнем. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Начать хотелось бы с закупки в спиваке. Я приобрела себе, ой, господи, все летит, бильди с имбирем, еще пока не пробовала. Могу только сказать по запаху. Господи. По запаху это... Он странный, не очень приятный запах, я поэтому пока что и боюсь пробовать, потому что ягодные бильди мне очень понравились по запаху. Оно с запахом грекомод и ягод, а это запах... Это, как знаете, наверное, имбирем, ну, причем очень странным, очень-очень странным. Таким, знаете, не имбирные печеньки, а вот такой вот сырой имбирь, натертый на терке, что-то в этом роде. Далее скраб для тела апельсина и корица с цедрой апельсина. Это такой вот травяной скраб, скажем так, какая-то жижа такая непонятная. Это скраб, знаете, вот а-ля в салонах любят такие вещи, он травяной. То есть в нем очень мелкие скрабирующие частички, он не соляной, не сахарный, очень мелкие скрабирующие частички. Очень-очень деликантный, мне понравился, но... Как бы я не фанат изначально таких скрабов, но этот неплохой, мне очень даже понравился. То есть скрабирует он вполне себе адекватно, нормально, хорошо, но я бы, наверное, если вы фанат такого солевого, серьезного скраба, который отдирает все, или сахарного на худой конец, то, возможно, вам этот скраб не понравится. Хотя сам по себе он неплохой, и у него вполне себе адекватный, приятный аромат. Далее, прикупила себе масло кокосовое, нерафинированное органическое масло. Выглядит оно вот так вот, то есть оно очень-очень жидкое, хранить его лучше в холодильнике. Пробовала на тело, пока не пробовала, очень хочу попробовать, но на волосы пробовала, пока не могу сказать, что я прям присоединяюсь к этому клану на YouTube, которые девочки просто фанатки ухода с помощью кокосового масла, но я думаю, что я буду пробовать еще в течение определенного времени на волосы в качестве маски, и, может быть, я все-таки, да, я буду среди поклонниц этого масла. Но вообще, мне понравилось, мне понравилось то, что волосы после этого масла, мне кажется, стали намного мягче, намного как будто плотнее и более блестящие, ухоженные. Но пока я не могу определиться на 100%, что это мое средство для ухода. Далее купила себе вот такие вот сливки для тела, увлажнение и упругость, с гиалуроновой... о, господи, что же я заговариваюсь? С гиалуроновой кислотой и имбирем. Lift Intense, это белорусская косметика, это изготовитель Belita Vitex, ZO Vitex. Белорусская косметика продается в магазинах белорусской косметики. Потрясающе приятный запах. На самом деле, я просто шла мимо магазина, вспомнила, что мне очень-очень нравился аромат этого средства и решила его себе прикупить. Очень приятно, хорошо впитывается, потрясающий запах. Естественно, оно как бы не... как-то, скажем так, не уплотнит вашу кожу, не уберет целлюлит, ничего этого не случится. Но вообще, как средство увлажняющее на каждый день, почему бы и нет, очень приятное. Далее прикупила себе такую вот парочку очищающих средств от Нивея. Это мицеллярная вода, очищение 3 в 1 и нежный крем-гельное умывание для сухой кожи, без сухой чувствительной кожи. Подглядела у своей лучшей подруги. Оксан, привет, если ты смотришь это видео. Подглядела у своей лучшей подруги. Мне очень-очень понравилась и мицеллярная вода, потому что она прекрасно снимает макияж, не раздражает кожу. Кожа после этого не сухая, никакая не красная. Увлажненная нормальная кожа снимает как тяжелый макияж, какой-то вечерний. Она спокойно снимает. То есть качественно хорошая мицеллярная вода мне очень понравилась. И крем-гель для умывания тоже мне очень понравился. Очень мягкое средство. Оно хорошо, очень качественно очищает кожу, при этом после себя оставляет такую вот какую-то увлажняющую субстанцию. То есть у вас лицо на ощупь, как будто на нем что-то есть. Вы как будто тоник какой-то нанесли. Очень приятное средство. Меня научила подруга хитрости, то что его нужно наносить на сухую кожу, как крем. Чтобы оно как-то подействовало где-то минуту. И потом уже смывать. И мне тоже так нравится его использовать. Не смешивать его как-то с водой. Еще что-то наносить просто на сухую кожу и потом смывать водой. Очень приятное средство. Далее прикупила себе от Organic Shop. Нежный пилинг для лица. Абрикосовая манга. Organic Shop у нас с хорошими составами. На самом деле я это средство просто схватила. Думала это будет легкий какой-то скрабик, типа их сакуры. Это средство необычное. Очень необычное. Потому что вот тут его надо нанести на 8-10 минут как маску и смыть. Ну как бы я нанесла и думала, ну какая-то вот фигня. Но знаете, что самое интересное, что я реально нанесла как маску его, потом смыла. И все какие-то мои шелушения, они прошли на кожу. Куда они делись, я не знаю. Но факт стоит факт. У меня очень сильно шелушился нос после болезни. Потому что ты постоянно трогаешь нос. Когда насморк и плюс еще, в принципе, лицо такое очень неприятное, обветренное. Когда болеешь, кожа как бы не в самом лучшем состоянии. И вот эта вещь за один раз сняла все мои шелушения на коже. Я не знаю, просто какое-то волшебное средство. Следующий продукт от, по-моему, это Мэдес Косметикс называется. Да, Мэдес Косметикс. Это бальзам. Персиковый бальзам. Вот так вот он выглядит. Продается в Ревкоше, стоит 150 рублей. То есть как бы сущие копейки. Это даже лучше, чем Кармекс восстанавливает кожу моих губами. Губы восстанавливаются за ночь просто идеально. Потрясающая вещь, потрясающе пахнет. Ну, пахнет он таким химическим персиком. Но мне этот запах нравится. Очень приятный, сладенький. Очень крутое средство. Всем советую. У меня уже был такой же кокосовый. Он также работает просто идеально. Так что там у них, по-моему, 5 запахов разных. Можете выбрать любой. По-моему, там личи у них есть, еще что-то. Также прикупила себе два крема для глаз, потому что тестирую сейчас новые средства для глаз. Один из них крем-антиоксидант на основе масла рыжика с троксирутином. Троксирутин это, по-моему, вещество, которое содержится в всяких лекарствах, мазях, которые именно работают на то, чтобы убирать венозную сеточку на ногах. Насколько я это помню. Если это неправда, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. В общем, это бренд LibreDerm, который сейчас активно рекламироваться начал. Он с витамином Е. Пока что я попробовала, наверное, дня 2 или 3 им пользоваться. Честно говоря, он сам по себе приятный. У него легкий желтотенок, почти нет никакого запаха. Он приятный, хорошо впитывается. Пока больше ничего не могу сказать вам, как он работает с припухлостью темными кругами. Но буду дальше тестировать и расскажу обязательно. Но единственное, что я заметила, что, наверное, у меня слегка пухают глаза, если наносить его на ночь. Но я не уверена, пока не могу точно сказать. И второй продукт. Это клиник Super Defense SPF 20. Это крем из линейки. Тоже крем для глаз из линейки. Super Defense это линейка, которая борется... Ну, не борется со старением, она сохраняет молодость. И борется с факторами окружающей среды. Сохраняет водный баланс в вашей коже. Почему выбрала клиник? Просто на них была скидка. Вот и все. И у меня уже был крем из серии Super Defense для линейки. Мне он безумно понравился. И решила попробовать Super Defense для кожи вокруг глаз. Что хочу отметить. В нем содержатся светоотражающие частички. То есть он уже автоматически, когда вы наносите, особенно если вы наносите утром, взгляд делает более свежий, более отдохнувший за счет этих светоотражающих частичек. Что сказать, пробовала его всего лишь несколько раз еще пока что. Поэтому про его действия, скажем так, серьезно, глобально сказать не могу. Но мне... Что мне понравилось, он увлажняющий, легкий, быстро впитывается. Не оставляет какой-то жирности неприятной на лице. При этом он содержит светоотражающие частицы. Очень-очень мелкие. То есть я их вот так вот в креме в самом рассмотреть не могу. Но при этом я знала изначально, когда покупала, что там есть эти частички. И когда вы наносите на кожу, то кожа прям хорошо так подсвечивается. Поэтому взгляд становится более здоровым, более отдохнувшим, более ярким. Мне этот эффект также нравится. Но больше как вот именно про уходовое средство я вам позже расскажу. Также при покупке данного средства мне дали помаду и... И что? Что это такое? И базу. Базу пока не пробовала, ничего сказать не могу. Помада оттенок Extreme Pink High Impact. Серия High Impact. Оттенок Extreme Pink 19. Ну, честно говоря, пока не знаю. Неоднозначный оттенок, потому что он такой... Даже не могу сказать. Он вроде бы розово-персиковый. Вот так бы я его назвала. Очень яркий. Содержит в себе шиммер. Но, в принципе, достаточно приятный. Я думаю, что, скорее всего, летом я буду носить этот оттенок на каждый день. Пока не знаю. Но вообще приятный оттенок. И, как сказала консультант, эти помады, они стойкие. То есть, посмотрим. Стойкая она или не стойкая? Но вообще оттенок очень-очень неплохой. Далее приобрела себе еще карандашик от Eva Mosaic Makeup Lips. Оттенок у меня, по-моему, назывался Flirt. То есть, такой вот оттенок губ нюдовый. Очень приятный карандашик. Единственное, что вот к оттенку у меня вопрос. У меня не совпадает этот оттенок с оттенком губ. Потому что он более теплый, чем мой оттенок губ натуральный. Ну, не знаю. Сам по себе он очень приятный. Очень хорошо наносится. Такой вот, скажем так, приятный карандаш. Он не стойкий такой, там, не водостойкий. Но как контур он держит хорошо помаду. Мне понравился. Пока что первое впечатление положительное. Также прикупила в белорусской женской косметике, прикупила из серии домашних косметолог, маски вокруг глаз, освежающие, увлажнение, тонизирование с соком огурца. Вот так это вот выглядит. То есть это те, скажем так, масочки, которые я использовала. Я на самом деле думала, что они какие-то более плотные будут. А это такой вот, как бы, действительно нетканный материал. Был пропитан каким-то рассолом. Ну, в принципе, все это вот так вот выглядит достаточно мило. Единственное, что я пока... Ну, они приятные, действительно, эффекты я с первого раза не заметила. Возможно, там, какой-то накопительный эффект. Поэтому здесь вот 10 штук было. Использую побольше, когда расскажу вам. Но пока с первого раза. Единственное, что какой-то вот такой вот охлаждающий эффект приятный был. И также было приятно то, что как будто не мело кожа вокруг глаз. Я не знаю, хорошо это или плохо. Но было необычно достаточно. И кроме того, что хочется сказать. Единственное, что если вы такой же человек, как я, вам будет тяжело с ними. Потому что, как бы, если я наношу другую какую-нибудь обычную маску, я могу хотя бы там смотреть что-то в этот момент. Лежать вот с такими кругами на глазах, вы не можете ничего делать. Вы можете только лежать. И для меня это очень тяжело, на самом деле, лежать 15 минут с этими вот кругами. Потому что мне хочется что-то поделать, какой-то активностью заняться. Я боюсь то, что если я буду это делать вечером, то я засну с этими вот патчами. Итак, это все мои новинки. Надеюсь, видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Кроме этого, пожалуйста, напишите мне в комментариях, если вы пробовали что-то из моих новинок, или у вас в последнее время были какие-то интересные новинки. Пожалуйста, напишите мне все это в комментариях. И все. До встречи в следующих видео. Всех целую. Пока-пока-пока. Пока-пока.